Но возникает вопрос, почему? Что делает эту заповедь отличной от других? Почему Бог говорит, что если явится враг и выставить требования, нужно идти на войну даже в случае, что евреям придется умереть? Ответ находится в понятии освящения Божьего имени. Именно это имел в виду Иоав, когда сказал, если мы проиграем эту войну, наши города станут городами других богов, а это осквернение имени Бога, что эти боги имеют силу, что они истинные боги. По этой же причине, когда мы даем врагу солому, мы показываем этим, что боимся их, что у нас нет веры, но если мы идем на войну, то наш Бог сильнее их богов. Это освящение имени Бога в национальном смысле. Я уже сбился со счета, сколько раз я приводил этот великий стих из книги Иезекииля, который так подходит к нашему времени. Он точно объясняет не только понятие освящения Божьего имени, но и причину существования еврейского государства в наше время и что это означает для нас. Десятилетиями в лагере Торы велась ожесточенная борьба между теми, кого можно грубо назвать сионистами и антисионистами. Это не очень хороший ярлык, потому что любой еврей Торы – сионист, что-то вроде сиониста. Но те сионисты, которых мы знаем, это люди, которые принимают движение за еврейское государство и, следовательно, само это еврейское государство. И есть те, которые по каким-то причинам говорят нет. Следовательно, в дебатах между сионистами и антисионистами внутри лагеря Торы встает вопрос. Государство Израиль – это Божья рука или не Божья рука? Антисионисты говорят «Боже, вы сошли с ума!» Посмотрите, кто создал это государство. Первое государство, что у нас было, создал хороший еврей Иисус Навин. Это была Божья рука. Второе государство создали Эздра, Неэмия. Они тоже были хорошие евреи. Они увидели проблему смешанных браков между евреями и неевреями и физически, и расторгли их. Это были хорошие евреи. Немного расисты, но в целом хорошие. Слава Богу, что они не живут сегодня. Но это государство продолжают антисионисты. Посмотрите, кто его создал. Бен-Гурион, Сапир, Голда-Мейер, все лейбористы, все нерелигиозные. Как можно говорить, что это Божья рука? И обычно сионист из лагеря Торы реагирует так. Да, это Сатмар. Но это не ответ, ведь сатмарские евреи приводят вполне серьезные аргументы. Нельзя просто отмахиваться. А, это Сатмар. Может быть, Сатмар прав. Откуда ты знаешь? Вот почему нужно понять, что представляет из себя государство. А это связано с вопросом, почему нельзя отдавать землю и отступать от арабов. Почему каждый камень, брошенный арабом в еврея, это осквернение имени Бога.